Привет! Меня зовут Дмитрий, это канал КотТВ, и сегодня я вам расскажу, как попасть под, получается, сердце змея, вот сюда вот под этот храм. Задают уже не первый раз этот вопрос, поэтому просто запишу видосик, чтобы вы знали, если что, вам скидывать этот видосик. Так, почему возникает этот вопрос? Вопрос этот возникает потому что, вот когда мы приходим вот сюда, здесь есть определенные решеточки. Вот, спускаемся вниз. Первая решеточка у нас тут. Как видите, я уже открыл ее. Открывается она, естественно, само собой, разумеется. И, кстати, там же и фейка будет находиться с другой стороны. Так, едем дальше. Вторая решетка у нас находится вот тут. Ну и все, что вам нужно было, на самом деле, сделать в этом месте, все очень, на самом деле, банально и просто. Это просто пройти дальше. Вот здесь, вот видите, пиро по прыгуни. Также, если вы обратили внимание, я делал один очень интересный квест. Можете посмотреть на моем канале. И по ходу прохождения этого квеста мне нужны были вот эти вот значки. Видите, они у меня уже активированы, я уже их сделал. Сделал, выполнил этот квест. Что тут интересного есть в этом месте? Давайте, сейчас я вам покажу. Первое, это мы можем зайти вот сюда. Тут все посмотреть. Возможно, возможно, здесь что-то будет когда-то, когда-нибудь. Вот, но нас интересует именно не конкретно это место, а вот тут, чуть выше. Вот здесь вот, получается, есть маленький такой разломчик. В него-то мы и будем пролазить. Здесь будет стоять механизм, который вы убьете. Все, вот вы проникли в то самое место за решеткой. Вот оно, видите, открыты эти места. И где-то там еще одно. Тут у нас что есть в этом месте? Есть сундучок у нас тут, который открывается с помощью камней и ключей. Ну, у меня такой один, поэтому я сейчас пока сюда проникнуть не смогу. Вот, едем дальше. Что у нас тут еще есть? Место для рыбалки. Сундучок еще один. И что-то еще. А, ну и камушек. Ну, наверное, еще что-то тут есть, возможно. Но, 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 но. Самый вопрос был именно о том, как сюда попасть. Так что, в принципе, я на ваш вопрос ответил. Так что, ребят, если будут еще какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Ну, лучше всего добавьте в дискорд или в контакт и, допустим, в дискорде скидывайте прямо во флудилку. Там есть вкладка флудилка. В нее скидывайте скрины, задавайте свои вопросы, так будет легче нам контактировать. Плюс, не я, а, допустим, кто-то из игроков, которые там сидят, тоже вам сможет подсказать быстрее меня. Может быть и такое. Поэтому, ребят, заходите, заходите, будем общаться, здороваться, задавать другую вопросы. Ну, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока и до новых встреч.